бамс ребятки и всем привет с вами до воды мы сейчас мы находимся в магазине хука кейз и сегодня у нас на обзоре новый шумный продукт под названием наш с очень таким громким лозунгом крепкий но мягкий и сегодня давайте я вам попробую все рассказать про этот продукт и делают его конечно же в москве а делает его компания уазис то есть они сделали и угли и теперь у них есть крутой продукт под названием наш а мы прокурили почти все вкусы и отсюда у нас появилась возможность уже сделать какие-то выводы и вам уже рассказать что же это за продукт стоит его покупать или нет стоит ли он своих денег не говно ли это которая сейчас все максимально пытаются пиарить для этого я здесь чтобы вам все это прекрасненько рассказать так вот что у нас есть у нас есть вот такие вот маленькие баночки получается они у нас идут по 40 грамм баночка очень прикольно это новые кремовые баночки вы уже успели заметить у многих производителей когда ты его открываешь он очень интересно щелкает и у нас здесь получается есть вот такая вот сфера баночка очень прикольная прозрачная снизу и она очень бросается взглядом и только лишь за одной баночки ты думаешь блять прикольно баночки полностью герметичные поэтому с ними очень интересно и удобно работать а также есть большая банка весом в 100 грамм удобно для хорейки здесь тоже самое но но здесь уже обычная поэтому здесь не похвастаешься принт самый обычный самый читаемый то есть видно название видно бренд и собственно сам слоган крепкий но мягкий если вы заметили то на разных вкусах есть непонятные цифры допустим на землянике 28 возьмем такой продукт как черемуха на ней 45 возьмем грейпфрут на нем 18 это не номер вкуса поэтому давайте устроим маленький интерактивчик пишите в комментариях что же значат эти цифры теперь идем наверное самым таким курительным характеристикам и как заявляет производитель проверим крепко ли но мягко по динайсис у продукта все окей а по жаростойкости его лучше не перегревать ним лучше по температуре не экспериментировать аромка закипает и продукт начинает вести себя не очень адекват и отсюда появляется такое ощущение что продукт начинает бить по горлу и приставка в слогане но мягкий сразу зачеркивается курите более-менее комфортно что касается крепости тут у меня спорно я посмотрел других блогеров я посмотрел внимательно на самих производителей я все это внимательно почитал почитал рецензии там пишут что реально очень крепко реально накуривает здесь же в алмате где я сейчас временно нахожусь и не могу попасть на территорию российской федерации я могу сказать что табак здесь средний с чем это связано непонятно но есть маленькое предположение что москва находится на уровне 200 метров над уровнем моря алмата находится на 800 метрах над уровнем моря и возможно из-за кипения и вся эта прочая физика она начинает на это как-то влиять но в алмате этот продукт прям так сильно как в россии не накуривает это сто процентов потому что мы скуривали подряд на разных чашках на всем остальном но именно той крепости именно того накуривания мы не добились но при этом продукт по крепости очень хороший его очень приятно курить что касается ароматики что касается вкусов вкусов у продукта пока месть не очень много но это и даже хорошо у тебя есть конкретное количество вкусов с которых ты можешь выделить свой топ а можешь выделить свой нет топ и вкусы которые ты уже никогда не будешь покупать земляника а номер 28 да это тот кодовый номер 28 интересная земляника хорошая черемуха топчик вот за черемуху бы потопил потому что вкус реально получился очень интересный грейпфрут средний хотелось бы более поярче более покислее и наверное более потерпше такой вкус как малина в принципе от земляники очень сильно отличается но земляника в данном случае гораздо выигрывает малину манго интересный вкус такой естественный но прислащенный поэтому если вы любите манго главу то этот вкус вам обязательно зайдет маракуйя тоже довольно таки спорный вкус довольно таки на любителя и вообще не очень рентабелен в кальянных но в данном случае тоже очень интересный вкус персидская выпечка что-что а кондитерка у компании наш получилось очень здоровенское петахая вроде бы экзотическое название экзотический фрукт такой ебать петахая но вкус мне не очень сильно понравился и он довольно таки странный скорее всего я наверное привык больше к яблокам грушам к арбузам нежели к чему-то экзотическому guanabana примерно то же самое но вкус здесь поинтереснее его прям можно покурить но пугает только лишь одно что само название guanabana немного отпугивает у людей они думают для что это такое это ни разу не хавал и соответственно я это курить тоже не буду но для эксперимента попробуйте возможно вам понравится и наверное мой топ арахисовая паста а что касается алкогольного вкуса мы его скурили его у меня уже нету он тоже очень хороший очень сложно и объективно оценить продукт когда ты находишься не в той стране где его производят потому что там он курица совсем по-другому а в других странах он курица тоже по-другому это все связано с географией местоположением влажностью давлением высотой над уровнем моря и прочим самое главное можно понять то что продукт хороший и его ценник ты увидишь вот здесь а и конечно же обязательно можешь подписаться на мой канал и на мой инстаграм там очень много информации так что полистай ленту видео и конечно же полистай фоточки в инстаграме это был дава дым это продукт наш пока пока по-другому но это все у в в в в в Продолжение следует...